ЭТТФ Здравствуйте, с вами Алексей Сыпачевский и канал ЭТТ Максимум. Сейчас я расскажу о том, что означают звезды на мячах. Начнем с трех звезд. Есть сайт ЭТТФ, Международной Федерации Настольного Тенниса. На нем в соответствующем разделе находится список сертифицированных ЭТТФ мячей. Вот мячи, которые находятся в этом списке с тремя звездами и с клеймом ЭТТФ, это мячи, которые ЭТТФ сертифицировала как мячи, достойные проведения крупнейших международных соревнований под эгидой ЭТТФ. Ну, в общем, если говорить кратко, то это просто качественные соревновательные мячи. Конечно, ими можно играть, и если есть возможность, то ими нужно играть и обычные турниры, и на тренировках ими играть лучше. Ну, в общем, три звезды ЭТТФ – это мячи сертифицированно высококачественные, наивысшего качества из того, что вообще производится. Как определить по мячу, не заглядывая в список ЭТТФ? Ну, мяч имеет на себе клеймо ЭТТФ, то есть на нем написано «3 звезды» и клеймо ЭТТФ «Approved». Если вы этот мяч покупаете в нормальном магазине, следящем за своей репутацией, то можно ни о чем не беспокоиться. Если покупать мячи в каких-то непонятных местах, типа обычного базара какого-нибудь, где все подряд продается, то там можно запросто найти либо подделки, которые выглядят очень похожи на настоящие мячи, но таковыми не являющиеся. И при этом качество они имеют такое, что их и даром брать не стоит. Либо там могут быть не подделки, а просто абсолютно какие-то левые мячи, на которых написано, что это «3 звезды» и ЭТТФ. То есть там просто «Сяомяу» и «3 звезды» и ЭТТФ. В списке ЭТТФ этого мяча нету, никто его на самом деле не сертифицировал. Ну, на самом деле просто не нужно покупать мячи в таких местах. Покупайте мячи в нормальных магазинах, и этот вопрос возникать вообще не будет. То есть видите на мяче клеймо «3 звезды» и ЭТТФ. Все, это мяч наивысшего качества. Друг от друга они там некоторым образом отличаются, но это не тема данного ролика, чем мячи «3 звезды» и «ТТФ» отличаются друг от друга в разных брендах. Сейчас речь о звездах, о том, что означают звезды. Значит «3 звезды» и «ТТФ» разобрали. Бывают еще мячи «3 звезды», но без клейма «ТТФ». Что это означает? А это уже не означает вообще ничего. То есть я, например, могу связаться с любым китайским или не китайским производителем мячей и попросить его сделать мне мячи хоть «3 звезды», хоть «5 звезд», хоть «15 звезд». Технической проблемы сделать такие мячи нету. Нарисовать там звезд сколько угодно. Краски достаточно. Так что таких мячей можно наделать, но это ничего не будет означать. Например, мячи «Гэмблер» «3 звезды» целлулоидные. На них нет клейма «ТТФ». И это просто хорошего качества, но это тренировочные мячи. Это не мячи высшего качества с сертификатом «ТТФ». Это просто тренировочные мячи. Но это и по цене видно, они стоят, как другие тренировочные мячи. Поэтому не надо тут смотреть на то, что на них «3 звезды». Смотрите на цену, смотрите на описание. В описании написано, что это тренировочные мячи. Если где-то написано что-то другое, значит, наверное, хотят вас обмануть. Подводя итог про мячи «3 звезды» без «ТТФ», нарисовать можно что угодно, как на заборе. Но если это мячи не из списка «ТТФ», то это не значит вообще ничего. Они могут быть абсолютно любого качества, ну, кроме высокого, скажем так. Мячи с меньшим количеством звезд, чем «3». Бывают, что «2 звезды», бывает «1 звезда», бывают «без звезд». Что это все означает? Это все тоже ничего не означает, по большому счету. Это никаким требованиям не соответствует. Ну, вернее, не то чтобы совсем ничего не означает. Вот, например, у фирмы «Инхе» есть мячи «3 звезды» и «ТТФ», есть мячи «2 звезды», есть два вида «1 звездных» мячей и мячи «без звезд». Ну, конкретно тут количество звезд указывает уровень качества. То есть, «3 звезды» и «ТТФ». Наивысшее качество «2 звезды» – это тренировочные мячи. Кстати, очень хорошего качества, я думаю, что лучший из тренировочных. Вот, ну, тренировочные мячи. Однозвездные, два вида, со швом, без шва. Ну, еще качество попроще, чем двухзвездные. Ну, как бы, хорошие тренировочные мячи, ну, попроще, чем «2 звезды». И мячи «без звезд». Соответственно, в данной линейке понятно, что это качество «следующая ступень вниз» от однозвездных. То есть, это, ну, совсем простенького качества мячи. Для двора, там, для пляжа, для всякого такого. У других фирм, у многих тренировочные мячи никаких звезд не имеют вообще. То есть, там, тип, хардоник, мячи тренировочные, они просто называются, там, «бэйсик», «коуч», там, у кого-то называется «тренинг», там, и так далее. Это ничего не означает. Они могут быть, там, такого же качества, как у другой фирмы. Там, «две звезды» тренировочные или «одна звезда» тренировочные. То есть, наличие и отсутствие звезд, оно никаким нормативам не соответствует. Вот, все, что кроме «три звезды» и «ттф». И оно может указывать разве что положение в линейке, если у данной фирмы, вот, есть там, «три», «две», «одна», «нет звезд». Вот, у «дабл хэппинес», у ДХС тоже есть «три звезды» и «ттф», есть «две звезды», есть «одна звезда», есть еще два кольца без «звездочек». Вот, как бы, вот в линейке одной фирмы звезды указывают уровень по отношению к тому, что выше в линейке и к тому, что ниже в линейке. А так, это никаким нормативам не соответствует, ничего, в общем, по большому счету не обозначает. Что еще бывает? Ну, как я говорил ранее, можно заказать производителю мячей любое количество звезд, и, ну, я своими глазами видел на базаре мячи, там, не помню, какой бренд не существующий за пределами этого базара с 5 звездами, да, мячи с 5 звездами я видел. Вот, играть в теннисами решительно невозможно, они для этого и не предназначены, но 5 звезд нарисовано. Это к тому, что нарисовать можно все, что угодно, но это ничего не обозначает, если не подтверждается соответствующим сертификатом, вот, как мячи сертифицированные и ТТФ 3 звезды с соответствующим штампом. Если есть другие вопросы по мячам, задавайте, пожалуйста, в комментариях. Если вам нужны мячи, у нас в магазине ТТ-Максимум их богатый выбор, обращайтесь к нам. Если нужно что-то, кроме мячей, накладки, основания, что угодно еще, мы будем рады помочь, в том числе помочь правильно выбрать все, что нужно. А с вами был Алексей Сапачевский и канал ТТ-Максимум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова